Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! Пару дней назад мы рассказывали вам о вбросах из интернета касательно новой игры Quantic Dream. В пользу теории о том, что французы занимаются новой игрой по Звёздным Войнам, высказалась сразу пара видных блогеров. А сегодня ту же песню запело и игровое издание Kotaku. Ссылаясь на свой анонимный независимый источник, сайт подтверждает слухи о намерениях Дэвида Кейджа, а заодно накидывает новых деталей. В сообщении говорится, что созданием новой игры в большей степени будет занята новая монреальская студия компании, открытая в начале года. Утверждается, что квантики делают не привычное игровое кино, а более-менее традиционный экшен. Возможно, там будут открытый мир и многопользовательские элементы. А также заявляется, что игра находится в разработке около полутора лет, хотя, по данным другого инсайдера, Тома Хендерсона, полноценное производство могло начаться всего несколько месяцев назад. Масло в этой кострище подливает и сама Quantic Dream. Аккаунт студии в Твиттер лайкнул пост со ссылкой на новость о слухе, а затем лайк убрали. Способна ли студия, клепавшая игровое кинцо, создать экшен с открытым миром? Почему б нет? История уже имеет примеры с респавнами, что до падшего ордена занимались исключительно ураганами Тайтанфолами. Да и Creative Assembly, раньше делавшая лишь контурные карты Total War, выдала годнейший ужастик про чужих. Да и всё это всё ещё может оказаться лишь слухами и домыслами. Помечтали и погнали дальше. Чем дольше вся эта драма затягивается, тем меньше верится в возможность хэппи-энда. Ещё один виток скандальной истории с Blizzard. Даже два на самом деле. Во-первых, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, что проходит в наших новостях под аббревиатурой SEC или SEC, начала расследование того, как Activision Blizzard отреагировала на обвинения в домогательствах и дискриминации своих сотрудников. Она затребовала у компании личные дела шести бывших сотрудников, протоколы заседаний Совета директоров за последние два года, соглашения об увольнении сотрудников, покинувших компанию в 2021 году, а также конкретные переписки и звонки генерального директора компании Бобби Котика. Плюс Котик и некоторые другие боссы компании получили повестки в суд. Представитель Activision Blizzard публично заявил о сотрудничестве компании SEC. Цитата. «Мы внесли и вносим ряд важнейших изменений для улучшения нашей политики и процедур. Мы должны гарантировать, что в нашей компании не будет места для дискриминации, домогательств и любого рода неравноправного обращения». Конец цитаты. И во-вторых, скорее в довесок, на фоне многочисленных исков, связанных с нарушением рабочей культуры, неравной оплатой труда и дискриминацией женщин, занятых в компании, свой пост в рядах этой компании покинула юрисконсульт Клэр Харт. Официально она трудилась во благо Близзард в течение трех лет, однако все это время также работала и на материнскую Activision, и ее отделение в Китае, и других странах Азии. Кто займет эту соблазнительную вакансию после Клэр, неизвестно. Я бы не занимал. В ближайшие два уикенда пройдут публичные испытания мультиплеера Halo Infinite, то есть публичные с оговорками. 343 Industries заявляет, что приятно удивлена ажиотажем вокруг первого теста, желающих было очень много, а выразить свои желания желающие могли, всего-то зарегистрировавшись в специальной программе Halo Insider. Так вот, в этот раз приглашать будут из пулла тех, кто успел создать инсайдерский аккаунт до 13 сентября. Тесты пройдут в еще два этапа. С 24 по 27 сентября первый тест с режимом Arena для 8 игроков. С 8 вечера до 12 ночи по Москве, а также с 3 утра и до 7, то есть в 2 окна, будут открываться матчмейкинг, за пределами которого только тренировочные режимы. Второй этап пройдет с 1 по 4 октября. Там к испытанию предлагается режим Big Team Battle для 24 игроков. Оба теста, помимо двух упомянутых выше режимов, предложат потыкаться в кастомизацию, боевой пропуск, так называемую социальную арену, включающую в себя режимы с задачами, арену против ботов, упомянутый выше тренировочный режим и испытательный полигон для оружия, а также предложат тестировщикам поддержку сервиса Halo Waypoint в вебе и мобильном приложении. Ну а полноценная, итоговая версия игры планирует добраться до прилавков 8 декабря. Возможностью играть в игру, пока она еще даже не докачалась, сегодня никого не удивить. Однако создатели Steam попытались. Valve запатентовала технологию так называемой «мгновенной игры», позволяющей включать игры, пока они продолжают качаться, но при этом работающая без участия непосредственного разработчика игры. А значит, гипотетически, она может работать со всеми играми, в отличие от того, что было в Steam с MKX. Устройство «Клиент» через DeFiz, где запущен исполняемый файл игры, может применять прокси-компонент через DeFiz файловые системы, которая отслеживает операции чтения исполняемого файла во время работы игры. Таким образом генерируются данные доступа, которые передаются удаленной системе. Телеметрия позволяет удаленной системе собирать данные с разных устройств, каталогизировать их по конфигурациям и проводить анализ. Устройства «Клиенты» могут использовать результаты анализа, чтобы вводить различные игровые особенности, включая мгновенный запуск игры, удаление ненужных блоков для освобождения места на накопителе или проведение выборки данных для уменьшения задержек во время геймплея. То есть, переводя с заумного на нормальные, и в игры мы будем играть скорее, и места свободное прибавится. Однако тут стоит оговориться, что речь сейчас идет не о фактическом обновлении Steam, а лишь о патенте, который доберется, еще не доберется, лишь время покажет. Анонсированная еще в девятнадцатом году фанатская фантазия на тему Dead Space Negative Atmosphere продолжает расти, преображаться, хорошеть, и вот на днях получила свежий геймплейный трейлер. Главный герой, Сэмюэл Эдвардс, старший медик космического корабля Русанов. Произошла катастрофа, в ходе которой коллеги-протагонисты стали кровожадными чудовищами. Эвакуироваться с Русанова получится только одним способом, и для этого Эдвардсу предстоит пересечь весь корабль. Вращебные навыки Эдвардса пригодятся для помощи раненым, борьбы с зараженными и преображений собственного тела. Кроме того, у героя есть характер, а решения игрока способны повлиять на разум Эдвардса. Каждый враг опасен, поэтому любая встреча может стать для протагониста последней. Даты релиза у негативной атмосферы пока нет. Среди подтвержденных платформ только Steam, но версии для GOG и EGS планируются. А теперь на экране BreakWaters. Успешно профинансированный кикстартером выживастик с элементами... Библии, получается? Отличительной чертой местного геймплея является возможность управлять потоками воды в честном 3D. При помощи кристаллов можно воду убирать, при помощи стен сдерживать её и защищаться от волн. К тому же течение потока можно будет самостоятельно направлять и использовать в качестве энергии для своих сооружений. А чтобы жизнь малиной не показалась, колотить главного героя будет наведываться фауна и особые враги Титаны, гигантские крабы, черепахи и прочее с особыми масштабными атаками. Интересно, надо ли будет их переворачивать для нанесения массивного урона? Важный для игр жанра вопрос кооператива будет решен, кооп будет. В течение октября Breakwater's должна стартовать в раннем доступе Steam. Предполагается, что финальная версия появится полгода спустя, а тогда заявится и на консолях. Михаил Никоноркин удивлен тому, что Инфакт выходит в 6 утра. Рядышком иронизируют над часовыми поясами, но... Да, ровно в 6 утра по московскому времени Инфакт выходит вот уже как месяц, наверное. И благодаря нашему кодеру Алексею Ермолаеву это время можно назвать действительно постоянным. За вычетом форс-мажоров, конечно. А вот Тони Рик и еще несколько человек задаются действительно любопытным вопросом. Удался ли эксперимент с переносом Инфакта на новый канал? Ответ односложный. Да. Всех выкладок у меня нет, но и сам Инфакт практически вернулся к цифрам до переноса, что в соотношении подписок и просмотров очень жирно. И основной канал СтопГейм стал смотреться солиднее и чище. И опять-таки циферки у видосов на главной говорят, что вся эта авантюра была решением очень удачным. Однако есть у нас сайт stopgame.ru, где агрегируется вообще весь контент с вообще всех наших каналов, но при том там полно и совершенно эксклюзивных материалов от наших авторов. Например, текстовые обзоры Tales of Iron и I'm Fish от Кирилла Волошина и Алексея Лихачева соответственно. Плюс в видеосегменте сегодня снова крутота. О её наличии позаботился лично Иван Лоев, выкатив ностальгический видосик об истории Вангеров. Поняли? Вань. Хорошего дня.